Сегодня катер на воздушной подушке единственное транспортное средство, на котором можно передвигаться по акватории водохранилища. Ледоколы здесь не ходят. На катере проходим традиционным маршрутом и кое-где замечаем следы недавнего присутствия отчаянных рыбаков. Причина проста. Сейчас подлёдный лов может быть самым богатым. Однако главный вопрос не как зайти на лёд, а как уйти с него. Экстремалы, конечно, находятся. Вчера двое на Пироговском рукаве Клязьминского хранилища. Выходили, ловили. Всё обошлось? Всё обошлось, да, слава богу. Ежедневная проверка состояния льда. Бур проходит, а вернее проваливается через лёд в считанные секунды. Лучина 30 сантиметров, но он уже игольчатый. Как видите, судно воздушной подушкой остановилось, она его проминает. Сегодня здесь, на Клязьминском водохранилище, самый опасный лёд. По сути, это не лёд, а очень хрупкая, напитанная водой ледяная масса. Достаточно сделать два шага в сторону и провалишься. А выбраться из этой массы самостоятельно очень трудно. Катер на воздушной подушке – единственное безопасное место. Он быстр, но и ему времени может не хватить для оказания помощи потерпевшему. Такие льдины опаснее акул. Если вы захотите выйти на лёд, подумайте о безопасности жизни своей. Потому что лёд – это уже, скажем так, не лёд. Он игольчатый. Тяжело будет выбраться. Сезон зимней рыбалки давно закончился, и это надо принять. А сегодня главное – безопасность. Сергей Берзин, Константин Бондаренко, Первый, Мытищинский.